Музыка Усокших русских детей, скончавшихся в городе Риге в 1943 году А здесь тоже служили по векам? Нет Не, батюшка, батюшка был Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, предми, Царствие Небесное, безгрешных детей, ангелов Царствие Небесное, светлая память, вечная память, вечный покой Ну, вот, в общем, вот, я задумала, что здесь будут открываться, да? Вот я все равно, давайте зачитаю, все равно 13-е, да, было же как раз Вы же на Кишозеро ездили? Вот смотрите, какую я книжку нашла, да? Вот, вот такая страшная книга, судебный процесс Это как Нюрнбергский был, так у нас здесь в Риге был 46-е годы судебный процесс Именно по Сало, смыслом? Тут по всему, по всему, и по Сало Спилсу тоже Вот я какие-то вытащила отдельные, да? Что в основном эта книга составлена на показаниях преступников, генералов Семь генералов дает, Руфь там все, вот они самые такие Экельн был самый кровавый, самый страшный Вот видят Кюпер, Бекинг, вот они 8, Экельн, вот они все-все-все перечисляются Экельн был самый кровавый, Руфь, все генерал-лейтенанты, генерал-лейтенанты Фон Диба, вот самые кровавые были И они здесь свидетельствуют Так что тут как бы, даже такое свидетельство у нас экзарха Прибалтики Считают, что его убили партизаны Это экзарх Прибалтики Сергий Восмисенский По его благословению Писал остылся, стали брать детей Получили разрешение По семьям, очень брал много Оперный театр, русская драма Наш монастырь, около тысячи детей Взял и распределял по семьям Старообрядческая община Очень много брали, все с благословения Так вот здесь просто откровенно Он сам свидетельствует Что разговорил именно с Гиммлером Гиммлер дал установку Убрать Сергия Воскресенского Свалить все на партизан И устроить ему пышные похороны Как и было сделано Вот, просто сейчас у меня, видишь, тут много закладок Я тоже как бы работаю по этой книге Может, книжку доделываю На основании указания Ну, вообще, вот, я какую-то выписку такую сделала Руль Зигфрид, генерал-лейтенанта германской армии Вот он что говорил Рик же не взлетела на воздух 13 октября Благодаря вот пацанам этим, да? Вот у нас на Покровском В основном саперы лежат Здесь лежат тоже много сколько И на других кладбищах саперы Благодаря только каждый дом в Старой Риге был заминирован Это были самые обидные потери 44-й год, и они идут впереди всех С часовыми механизмами И, конечно же, погибают Так вот, смотри, что 11-е, 12 октября в Латвии было уничтожено около тысячи строений Заводы ВЭФ, Вайрекс, Квадрат, Цементный, Фанерная Фабника, Крупейшая Латвия, Кегунская гидроэлектростанция, Рижская электростанция, всего 6 тысяч зданий, промышленные производственные предприятия, стёрт с лица земли порт, взорваны железнодорожные, фонтонные мосты, Рижский железнодорожный узел, государственная библиотека, 133 больницы, 922 школы, высших учебных заведений, 189 церквей, костёлов, много жилых домов. Было заминировано 5806 различных объектов Взрыв их был предупреждён частями Красной Армии, вступившими в Ригу Места массовых расстрелов, где расстреливали Прибалтики, Витерникский лес Свыше 40 тысяч человек Румбульский 33 тысячи Дрелинский 13 тысяч Старое гарнизонное кладбище в Саласпилсе 57 тысяч, но это без отделения А ещё если отделение туда взять Если учитывать его отделение, то на тысячи больше В Даугавпилсе, Золотая горка, Погулянка, Железнодорожный сад 40 тысяч Всё это на протяжении трёх лет всего лишь И так же, да, Меже парки, концлагеря Вот же, госпиталь на гимнастика С вот там Это же было 15 шталагов в Риге только И госпиталь на гимнастика был одним из шталагов Туда просто свозили умирать, морили просто Краков же тоже должен был уничтожен фашистами Но только благодаря советским воинам Благодаря нашим он остался Да вообще не тронулись Сегодня поляки А вот смотрите, Саласпилский лагерь Ну как сейчас они сделали эту экспозицию, да Невидное место, содержание советское Пересылочный трудовой лагерь Но историю не обмануть Вот здесь даётся, да Материалами чрезвычайной государственной комиссии Установлено, что только в тюрьмах на территории Латвии В период временной оккупации было истреблено 6700 советских детей А всего на территории Латвии зверским способом Истреблено до 40 тысяч советских детей Уничтожение советских детей производилось путём применения газов Гиммлер дал три душегубки машины И они говорили так Вообще такие страшные вещи Кто как маме с папой Дети кидались этих нарв высоких Забивались в эти машины, включали мотор И вот начиналось уничтожение Но очень от душегубок быстро отказались Во-первых, это горючее А потом детей рвало всех Им не нравилось, что потом надо убирать всё это И вот они решили, что всё-таки уничтожать Вот что они дальше делали Расстрелы, умерщвление голодом Выкачивание крови Заражение инфекционными болезнями Отравление ядами Многие дети были брошены в ямы с живыми Актами чрезвычайной государственной комиссии Установлено, что детям вводили под кожу Прямую кишку, мочу Большинство детей, находившихся при родителях В Саласпилских других лагерях Отбирались у матерей насильно Родители отправлялись на каторжный тур в Германию И такой участи подвергались все дети Насильно угнанные из оккупационных районов Это же Остлан Туда, вот у нас на территории Остлан Было уничтожено Полторы, полтора миллиона Конечно, Литве очень много досталось Литва там страшные просто цифры Нет, а только здесь в Латвии Операция насильственного выкачивания крови Саласпилси Было подвергнуто 12 тысяч детей Это вы нам, да? А вам это надо? А куда? А вот посмотрите, какое стихотворение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!